Новая выставка «Война, победа, память» Ульяновского краеведческого музея посвящена 75-летию окончания Великой Отечественной войны и присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Экспозиция рассказывает о жизни региона в военное время. С первого дня войны в Ульяновске началась мобилизация. Было открыто два призывных пункта. В новой экспозиции можно посмотреть, как выглядел призывной пункт и в бланке заявлений. Всего за годы войны из нашей области на фронт ушли 268 тысяч человек. Тем не менее, численность населения областного центра выросла за счет эвакуированных. Ульяновск стал одним из крупнейших центров эвакуации населения, промышленных предприятий, государственных органов и учреждений. Конечно, не хватало помещений для жилья. Люди ютились в маленьких комнатушках, а иногда и вовсе жили в землянках. Сотрудники музея смогли восстановить комнатку военного времени. В Ульяновск было эвакуировано не только взрослое население, но и дети. В бывшем Языковском доме, где сейчас находится музей, был размещен детский дом, куда поселили детей из блокадного Ленинграда. Их фотографии тоже есть на выставке. Основной упор при создании экспозиции мы в этот раз все-таки сделали именно на трудовые достижения нашего народа, нашего города во время Великой Отечественной войны. Выставка рассказывает о деятельности промышленных предприятий, которые были в город эвакуированы. Самый крупный – это автомобильный завод. Также о наших предприятиях, например, о патронном заводе номер три имени Володарского. При проектировании экспозиции был использован прием, сочетающий театральность оформления интерьеров и витрин с демонстрацией подлинных предметов и фотографий из коллекции музея. Например, за красной кирпичной стеной мы легко узнаем старинные здания кадетского корпуса, где во время войны располагалось танковое училище – крупнейшее в стране учебное заведение, которое готовило офицеров-танкистов. 86 выпускников нашего танкового училища стали героями Советского Союза. В разные годы училище закончили такие известные люди, как Владимир Петрович Хазов, как Александр Космодемьянский, как Дмитрий Федорович Лавременко – крупнейший танковый ас Советского Союза. Одна из витрин экспозиции рассказывает о деятельности Русской Православной Церкви. Здесь мы можем увидеть фотографии митрополита Московского и Коломенского Сергия, который впоследствии стал патриархом Московским и всея Руси. Он вместе с другим руководством церкви в 1941-1943 годах был эвакуирован в Ульяновск. Самым крупным из эвакуированных предприятий стал завод имени Сталина «ЗИС», который в Ульяновске выпускал военную продукцию. Например, мы видим с вами военный вариант автомобиля «ЗИС-5». Он упрощался, он удешевлялся для того, чтобы можно было как можно дешевле произвести большее количество автомобилей. Также среди моделей автомобилей мы видим «Студебекер ЮС-6», который в Советский Союз поступал по лент-лизу в виде машинокомплектов. Эти американские грузовые автомобили рабочие «Ульзис» стали собирать с конца 1943 года. Выставка рассказывает и о наших героях. В одной из витрин на нас смотрит молодой солдатик, а над ним самолет. Это летчик Николай Шутов, наш земляк. В октябре 1942 года он тараном уничтожил фашистский самолет-разведчик, который долетел до территории нынешнего Павловского района. Куйбышевский дивизионный район ПВО был хорошо известен фашистам. Только в июле-августе 1942 года они 39 раз залетали в этот район, но ни с чем возвращались обратно. В годы войны более 170 ульяновцев стали героями Советского Союза, около 40 полными кавалерами Ордена Славы. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ.